Жили в одном районе, только в разных деревнях. Он приехал на праздник к родственникам. Возможно, это и была та самая любовь с первого взгляда. Я поехал на велике, поехал туда. У меня там тетка была по матери, родственница. Поехали в Троицу, вот так вот праздник. Ну, погулял там, встретил ее, да, потом через неделю поехал, женился. Мы и не дружили, говорит Ксения Никифоровна. Вышла замуж на 18-м году. Александру Сергеевичу было немного за 20. Жили бедно, вместо свадьбы обычный вечер. Не было ни нарядного платья, ни фаты. Отец подарил овечку. Там кто-то гуся, там одеяло. А овечку, он нам две овечки подарил. Ну, я отцу сказала, ты говорю, одну овечку продай, а одну мы заберем. Ну, вот, проходит время, они все, ну, что вы не забираете, что, ну, мы приехали с этим, с коробом, на санях, приехали. Он нам овечку эту ложит и говорит, тихонько, она беременная, вы ее не помните. Ну, ладно, мы приехали, опустили эту овечку. Она у нас ходит и ходит, и ходит, и ходит. Свалили, посмотрели, это баран. В Иските у супруги переехали 23 февраля 1974 года. В родной Омской области стало жить тяжело. Здесь устроились в строительно-монтажное управление. Этот на асфальтный, ну, а я в бригаде так, в дорожном рабочем. Работа очень тяжелая. И бетон, и асфальт, и трубы. Я научилась керамику эту, трубы ложить, стрелять научилась. Восемь лет там отработала. Работа. А потом я ушел на честные. Он ушел потом на честные, там начали разводить свиней. И он туда, раз у него опыт есть, он ушел туда. Ну, и потом он мне говорит, иди, там все равно полегче будет. Ну, и я ушла туда. Супруги родились в трудные времена. В раннем возрасте им пришлось начать работать наравне со взрослыми. Мало что видели, говорит Ксения Никифоровна. Поэтому своим детям всегда хотелось дать все самое лучшее. Людмила Лукьянова слова мамы подтверждает. Если и ругали, то за дело. Но никогда не били. Ну, как-то мама. Главнее было. Больше она делала замечаний. Больше это самое. Она за что-то ругала. Если что-то не так. Работа, дети, дом. И вот так вот, и колесом. И мне кажется, какого секрета. Но секрет, может быть, знаете, что он не пил. Он водкой не увлекался. Вот самое главное, действительно, что нет. Уж зря я не скажу. Ну, и ругаться никогда не ругался. И не ругается, и не матерится. Дети не слыхали. Ну, надо понимать друг друга. Ну, и надо где-то тоже, говорит, ведь тоже надо маленько уступить. Вот. Это обязательно. Где-то промолчать, где-то. А где-то и взорваться. Где-то и на место поставить. Так бывает. Ну, а как? Ну, семья есть семья. Трое детей, столько же внуков и два правнука. Для всей родни супруги Овчинниковы – пример любви и преданности. Поэтому сегодня в их доме будет шумная компания и много слов поздравлений.